Давно, очень давно я планировал сделать эту самоделку, но каждый раз, когда я собирался начать ее изготовление, возникала какая-нибудь причина, вынуждающая отложить процесс. Но вот свершилось, звезды сошлись. Итак, в первую очередь потребуется отрезок швеллера. Рез буду производить ручной ножовкой по металлу. Специально для нее я заблаговременно приобрел парочку полотен. Свежее полотно, залог быстрого и максимально возможно ровного реза. Но, разумеется, далеко не лишним является и периодическое нанесение машинного масла, с целью более длительного сохранения заточки зубьев. Удалив краску, наждачу поверхность. Да, можно было бы впоследствии произвести окраску, но, во-первых, краска не самое долговечное покрытие, а, во-вторых, мне больше нравится блеск металла, нежели вид бездушной краски. Начав работу, я уже не мог остановиться. В общем, довел поверхность металла до зеркального блеска. Потратил практически 5 часов времени, зато результатом остался доволен. Кисти рук, правда, не чувствую, но в то же время прокачал их моторику и повысил свое терпение, а также усидчивость до 10-го левела. Далее потребуется стальной квадрат сечением 8 мм. Отрезаю два куска длиной 70 мм. В размер подгоняю на токарном станке и одновременно с этим обрабатываю торцы заготовок. Обработку произвожу с использованием самоделки, изготовление которой было показано в одном из видео. Да, кстати, в одном из торцов сверлю отверстие, нарезаю в нем резьбу М4. Определяю место расположения свежеиспеченных деталей. Время накреплю их с помощью винтов М4. Вооружившись штангенциркулем, замеряю расстояние. На основании полученных измерительных данных мне предстоит изготовить катушку. В качестве материала для сердечника, назовем его так, я буду использовать шестигранный латунный пик. Как раз имеется отрезок немного большего размера. Лишнее отрезаю и обтачиваю заготовку до размера 37,5 мм. Именно такого размера будет наш сердечник. Подготовлю крепление для щечек. Для этого размечаю осевую линию и накерниваю расположение отверстий с резьбой. Резьба будет М3, соответственно отверстия сверлю диаметром 2,5 мм. Боковые части я изготовлю из алюминия толщиной 3 мм. В свое время я достаточно, я вам скажу, основательно запасся полосами разной ширины и разной толщины. Вот как раз понемногу их и расходую. Размечаю, разделяю, отрезаю. По центру сверлю по два отверстия для крепления детали к латунному сердечнику. Закрепляю винтами, зажимаю в токарный станок и обтачиваю до круглой формы. Станок у меня хоббийный и высокая жесткость, не его положительная черта. В этой связи дополнительно подпираю заготовку задней бабкой с вращающимся центром. После сборки получилась катушка, имеющая следующий внешний вид. Для ее установки между опорами закреплю в самой катушке стержень подходящего диаметра. Поступаю хитро, если можно так сказать. Немного рассверливаю отверстия и установив этот самый стержень, припаиваю его. Нагрузки будут невелики и такого крепления будет предостаточно. Конечно же сделаю и штурвальчик, с помощью которого будет осуществляться ручной привод нашей катушки. В качестве материала дюраль марки D16T. Отрезаю небольшой блинчик, сверлю в нем сквозное отверстие и нарезаю резьбу М4. Признаю, лучше было бы задействовать нечто большего диаметра. Но, к сожалению, ничего большего у меня в наличии нет. Нужно будет, кстати, затариться материалами, ибо запасы мои истощены на данный момент времени. Для производства свет последующих деталей я приобрел две латунные гайки. Гайки глухие, с внутренним диаметром 30 мм. Немного обтачиваю их с наружных сторон. Во-первых, таким образом детали будут компактнее, что полезно для нашей самоделки. А во-вторых, будут иметь более оригинальный внешний вид. Пилите, Шура, пилите! Как говорил один персонаж из книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Прочитайте, рекомендую. Вперед! Крепление сих деталей будет осуществляться с помощью латунных стоек с резьбой М4. Эти самые стойки я изготавливаю из латунного шестигранника. Изначально вообще я думал применить алюминий. Но потом неведомая сила, неведомая, заставила меня не поскупиться и использовать именно латун. Да, важный момент, о котором стоит упомянуть. Дополнительно я обеспечил возможность фиксации катушки. Решение простое, но вполне эффективное. С обратной стороны накручивается гайка с кольцом. При затяжке гайки стержень катушки, следовательно и сама катушка, блокируется. В то же время, для того, чтобы исключить вероятность самопроизвольного откручивания, навинчиваю самоконтрящуюся гайку. Затягиваем, все. Отпускаем. Теперь займусь изготовлением нечто своеобразного. Для этого, из запасов всякого разного, был извлечен мебельный замок или замок форточки. Честно признаться, я точно не знаю. Мне необходима исключительная часть с продольной прорезью. Демонтирую ее, отрезаю лишнее и выравниваю. Разумеется, полученный элемент не может, да и не будет, висеть в атмосфере над нашей самоделкой. Он будет закреплен с помощью кронштейна. Изначально я думал изготовить его из стальной пластины, согнув ее соответствующим образом. Однако, мои попытки, к сожалению, не уменьшались успехом и пришлось использовать все тот же алюминий. Таким образом, пластина с прорезью крепится к кронштейну с помощью винтов М2, в то время как сам кронштейн фиксируется на основании винтами М4. Собственно говоря, наш инструмент практически готов. Осталось сделать последнюю деталь. Делать ее я буду из заранее найденной в запасах стальной полосы. В первую очередь, удаляю краску. Для экономии времени и нервов, удалять краску я буду с помощью ядреного химиката, специальной смывки. Дальше все просто. Вырезаю технологические прорези, шлифую, полирую. Крепление полученной детали выполняется болтами М4. Между прочим, во всей конструкции используются такие болты. От привычных взглядов винтов я отказался. Во-первых, болт можно сильнее затянуть, а во-вторых, смотрится он более презентабельно по сравнению с винтами. В магазине бытовой химии был приобретен ежик для посуды. Отрезав от него подходящий кусок, затокмачиваю его в одну из наших чаш. Во второй чаше растапливаю канифоль. Естественно, вместо канифоли можно было бы применить, например, какую-нибудь достаточно густую флюспасту. Однако, как по мне, при паке канифоль все же эффективнее и удобнее. Последний штрих – припой. Припой пост-60 без содержания флюса. Именно для него и предназначена катушка. Так, например, в случае необходимости припой можно отмотать вплоть до паяемого объекта. А можно просто снимать припой по месту. Очень удобно, как по мне. Что касается ежика, то он предназначен для быстрой очистки жалопаяльника от припоя, флюса и нагара. Ух тычка! Вот такая чудо-самоделка получилась. А все начиналось из полировки простого швеллера, из спора, можно сказать. Ну, не мог я проделать столько работы с полировкой швеллера и не сделать хоть что-нибудь полезное. Кстати, многие подписчики молодцы. Многие догадались, что это такое. Может, в тегах подсмотрели. Не знаю, но тот, кто догадался искренне, пацаны вообще, ребята, молодцы. Вообще, для чего это нужно? Раньше я вообще никаких подставок не использовал. Паяешь, паяешь, раз так, паяльник положил. Он скатился, естественно. Упал на провод. И вот что происходит. Провод плавится, это ужас какой-то. Живого места нету. По сути, все в изоленте. Теперь я этого избежу. Избегу. Избегу. Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм. Будем общаться. Жму руку, как всегда. Пока. Помаши лапой. Помаши лапой подписчикам. Слепит свет, да? Маши лапой. Дурындыч малолетний. Слепит свет.